Здравствуйте! В эфире информационная программа «Новости 24» в студии Хадижа Курбанова. И прямо сейчас о том, что ожидает вас сегодня в выпуске. Жить в Дагестане становится безопаснее, считает прокуратура страны. По данным ведомства, преступность в регионе снизилась на 10%. Новые цены нового года. В России подорожала аренда квартир. Коснулась это и Махачкалы. 15 лет на благо народа. Газета «Салам» на табасаранском языке отмечает свой юбилей. В Дагестане преступность снизилась на 10%. Прокуратура России подготовила расширенную справку о состоянии преступности в регионах страны. За основу анализа был взят временной отрезок с января по ноябрь. Так, наибольшие темпы снижения числа преступлений наблюдаются в Ненецком автономном округе – минус 13%. А на втором месте расположилась наша республика – минус 10%. Причем Дагестан добился снижения по линии особо тяжких преступлений. В России подорожала аренда жилплощади. По данным портала Мерквартир, ставки повысились на 7%. Коснулась это и Махачкалы. Так, однокомнатная квартира в столице нашей республики осдается почти за 13 тысяч рублей в месяц, что на 6,7% больше, чем годом ранее. Две комнаты обойдутся в 17 тысяч рублей. А цены на аренду трехкомнатной квартиры выросли до 23 тысяч рублей в месяц. Эксперты прогнозируют, что в наступившем году ставки аренды продолжат постепенно расти. Аэропорт Махачкалы намерен увеличить пассажиропоток на 6%. Предприятие планирует довести показатель до 1 миллиона 600 тысяч пассажиров. Напомню, в 2019 году услугами аэропорта столицы воспользовались полтора миллиона людей. На сегодняшний день пропускная способность на внутренних рейсах здесь составляет 200 пассажиров в час, на международных – 60. Ну а в Каспийске открылся детский сад. Дошкольное учреждение «Соколенок» создано в рамках реализации нацпроекта образования. Двухэтажное здание рассчитано на 150 мест. Территория оборудована современными системами внутреннего и наружного видеонаблюдения. Установлены лифты. Двор детского сада также благоустроен. Здесь есть площадки для ясельной и дошкольных групп, беседки, спортивно-игровые зоны. Кроме того, созданы все условия для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья по программе «Доступная среда». 15 лет исполнилось в газете «Ас-Салам» на табасаранском языке. По этому случаю в Доме культуры в селах Учни Табасаранского района прошло торжественное мероприятие. Представители Муфтеата, республики, религиозные и общественные деятели, а также преданные подписчики не оставили без внимания это событие. 15 лет работы на благо своего народа. Газета «Ас-Салам» на табасаранском языке уже успела стать достоянием нации. Юбилей издания стал настоящим праздником для преданных подписчиков. Все выступавшие отмечали значимость газеты в духовно-просветительской работе с населением, вспоминали тех, кто стоял у истоков издания и внес весомый вклад в ее развитие. Хочу поздравить всех нас с этим знаменательным событием, потому что это наша общая радость, это наша общая работа и радоваться обязаны мы все вместе. Говоря по газете «Ас-Салам», хвала Всевышнему, мне очень радостно за то, что Всевышний когда-то дал мне тоже возможность заниматься этой работой, просветительской деятельностью. И, аль-хамду лилля, то, что дала мне эта газета, наверное, ни одна из газет не может сегодня дать такую пользу для человечества. На самом деле 15 лет эта газета приносит в наши дома уют. 15 лет эта газета приносит в наши дома знания, и сегодня отрадно, что поздравить нас собрались политические, общественные, религиозные деятели. Праздник сопровождался исполнением нашидов, а его кульминацией стал розыгрыш путевки в хадж и других ценных призов. Жительница села Хучни из Петра Гимова стала обладательницей автомобиля «Лада Гранта». Как признается сама победительница, она больше всего желала получить путевку в хадж. Но стоит отметить, что и выигранный автомобиль, возможно, в будущем поможет ей осуществить заветную мечту. Вы за нас дуат не сделаете? Обязательно, обязательно. Я мечтала, эта машина не мечтала, я мечтала хадж. Хадж, да. Хасмит так получит. Напомню, что духовно-праздинская газета «Ассалам» выпускается на 10 языках и имеет самый большой тираж по республике. С недавних пор она выпускается и на английском языке. Но, как уверяет в редакции издания, они намерены останавливаться на достигнутом. Абдулла Алиев, Расул Рамазанов, телеканал ННТ, село Хучни, Тавасаранский район. Ну а теперь предлагаем вашему вниманию краткий обзор событий от Луизы Раджаповой. Мультимедийный комплекс «Россия. Моя история» запускает конкурс на лучшую экспозицию, посвященную событиям 99-го года в Дагестане. Участниками смогут стать все желающие. Для этого необходимо показать эскизы, а также подробно рассказать о проекте. Отметим, что конкурс стартует с 10 по 20 января. Свой проект необходимо направить на электронный адрес «Россия. Моя история». Ярдекс.ру Дополнительно к ранее установленным фото- и видеофиксацией нарушений правил дорожного движения – это 101 камера, установленные еще 23. Они призваны улучшить ситуацию с аварийностью на обслуживаемых участках трасс. Отметим, что всего управлением федеральных автомобильных дорог Каспии обслуживается свыше 1500 километров. Из них 149 мостов и один тоннель. В «Роскачестве» назвали отечественную продукцию, способную конкурировать с зарубежными аналогами. По словам главы «Роскачества» Максима Протасова, в России производят высококачественные кондитерские изделия – это печенье и мороженое. Не уступает растительное масло и продукция из зерна и муки. Также добавил, что качество сыров в стране растет с каждым днем и выразил надежду на конкуренцию в части органической продукции. И к новостям спорта Шамиль Асельдаров стал вице-президентом футбольного клуба «Анжи». Он является бывшим футболистом этого клуба. Теперь же, по информации пресс-службы «Анжи», Асельдаров будет курировать внутрикомандные вопросы, связанные с организационной деятельностью. Отметим, футболист начал профессиональную карьеру в 2000 году, выступая за Махачкалинское «Динамо». Позже он перешел в «Анжи». Ну а это были все новости к этому часу. Еще больше информации ослеживайте в наших социальных сетях. С вами была Хадижа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова